Всем привет, с вами Камран, мы летим в Милан исследовать клинику Сан-Рафаэль и в этом мне поможет не кот, Катя. Привет, полетели в Милан. Мы находимся в операционно-урологическом отделении клиники Сан-Рафаэль. Доктор, скажите, а это и есть инструмент для малоинвазивной хирургии? Бонжерно. Вы думаете, опасно ли часто летать с самолетом? Существует ли связь между мобильным телефоном, Wi-Fi и риском развития рака головного мозга? Верите ли вы в Бога? Мы в Милане. Сегодня мы вам покажем клинику, в которой есть свое собственное метро. О, Катя, смотри, табличка с твоим именем. Коридоры, коридоры, коридоры. Это у нас кровать. Номерок маленький, в принципе, уютный. Есть зеркало, можно причесаться. Отличная терраса у этого отеля, пруд. Да, красиво. Здесь даже гранаты растут. Это красиво, емно ли? Цель с клиникой соединяет мост, и клиника, в принципе, в первой доступности от отеля. Мы уже находимся на территории клиники Сан-Рафаэль. Справа от нас огромный корпус клиники. Здесь строится новый корпус на 300 коек в форме айсберга с вертолетной площадкой. Как мне объяснили, это для неотложных пациентов из периферии. А ниже под клиникой, на три этажа, ниже есть аптеки, торговый центр. Можно выпить кофе. Очень удобно для пациентов локально. И еще на территории клиники есть свой собственный медицинский университет, который ежегодно принимает 2500 студентов. И лучшие выпускники этого медуниверситета потом остаются здесь на практику. Мы с вами находимся на станции метро Сан-Рафаэль. Здесь есть собственная ветка. На минус первом этаже приезжают все пациенты, доктора, сотрудники клиники. Метро роботизированное, без водителя. Проезд стоит евро 30 центов и действует в течение 24 часов. Сразу же у выхода из метро мы увидим указатели. Указатели разного цвета. Они показывают, в какое отделение вам нужно попасть. Просто следуя по ним, вы никогда не заблудитесь. Сентр диагностики и лечения рака груди и клиники Сан-Рафаэль активно участвует в социальных проектах. Мы видим фоторабот девушек и женщин, победивших рак. Доктора уделяют огромное внимание женской красоте и реконструктивной хирургии. На территории Сан-Рафаэль действует социальный проект ИД, чтобы доказать, что здоровая пища может быть еще и вкусной. За здоровье! За здоровье! Мы сейчас находимся в отделении послеоперационных больных для частных пациентов. Обратите внимание, какой здесь приятный цвет. Давайте посмотрим палату. Здесь находится санузел. Здесь функциональная кровать для пациента. Тут есть небольшой холодильник. И здесь шкаф, куда пациент может складывать свои вещи. Каждое утро для пациента приносится специальное меню. Он может выбрать питание, такое, которое он предпочитает. Это зона для сопровождающего. Он может прибывать с пациентом бесплатно. Здесь кресло, которое раскладывается. Здесь шкаф. В шкафу маленький сейф. Красивый вид с окна. В коридорах госпиталя вы можете видеть картины. И это не копии, а оригиналы. Это социальный проект руководства госпиталя. Давайте посмотрим, где происходит регистрация пациента при госпитализации. Бонжорно. Здесь пациента регистрируют в клинике. Ему выдают специальный браслетик с его именем. После этого пациента поднимают в отделение, где он проходит диагностику и лечение в клинике. Бонжорно. Так, это и есть томотерапия. А вы не могли бы больше рассказать об этом методе? Да, это последнее поколение томотерапии. Томотерапия была первым аппаратом с возможностью автономной визуализации. Разница между этим аппаратом и другими линейными ускорителями в том, что кушетка двигается и каждое поле делится на более мелкие поля. Это составляет базу для модуляции лучевой терапии. Потому что можно поделить поле облучения на много-много маленьких участков. Каждое поле имеет свою цель. Но путь прохождения луча через здоровой ткани происходит на минимальной энергии. Спасибо, доктор, за то, что объяснили, как работает аппарат томотерапии. В принципе, это аппарат лучевой терапии, который может применяться при всех видах рака, при любых размерах опухолей, как нам объяснила профессор. Касательно дозы облучения, она индивидуальная. Но важно отметить то, что у пациентов при облучении на аппарате томотерапии не задеваются здоровые ткани. То есть луч проходит через здоровые ткани, фокусируется на опухолевых клетках и, возможно, распределение дозы в очень маленьких участках. И даже доктор сказала, что можно приравнивать эффективность лечения томотерапией к протонной терапии. И мы знаем, что протонная терапия сейчас – это очень дорогой вид лечения. Соответственно, можно получить лечение на томотерапии и примерно одинаковые результаты. Вы думаете, опасно ли часто летать самолетом? Знаете, есть миф, что в полете очень высокий уровень радиации. Правда ли это? И есть ли поводы для беспокойства? Я думаю, что у нас нет поводов для беспокойства. Так как пролетает 370 тысяч миль на самолете, вероятность возникновения вторичного рака около 0,01%. Достаточно редкое событие, чтобы такое количество миль могло спровоцировать появление рака. Среднестатистический пассажир самолета просто не успевает налетать такое количество миль. Мои работы мне звуки мед. При клинике «Сан-Рафель» существует проект психологической помощи для женщин, которые перенесли онкозаболевания. Каждую неделю они собираются вместе, чтобы поддержать друг друга. Этот проект был большим экспериментом. Мы начали работу над ним в июне 2013 года. И он сразу дал нам понять, что мы находимся на правильном пути. Этот проект базовый, рассчитан на 3 дня. И пациенты, которые принимают участие в этих группах, возвращаются в отделение с меньшим чувством беспокойства, меньшим стрессом и в целом относятся более позитивно к терапии. Мы находимся в отделении ядерной диагностики. Здесь кабинет, в котором вводят пациенту изотоп перед проведением ПЭТ-КТ. Пациент подписывает информированное согласие. После введения препарата он переходит, ложится на аппарат, где проводится сканирование. ПЭТ-КТ – это обследование, которое проводится в основном пациентам с онкологическими заболеваниями при подозрении на метастазы. То есть это сканирование показывает самые даже мелкие очаги, которые не видно на других аппаратах. Пациент также подписывает информированное согласие, что он в течение 24 часов не будет контактировать с беременными женщинами и с маленькими детьми, поскольку это опасно для них, поскольку пациент является источником излучения. Основная ваша деятельность – это диагностика. И в последнее время ПЭТ-КТ становится очень популярным методом. Скажите, не составляет ли опасности частые повторения этой процедуры? Пациенты часто волнуются по этому поводу. Насколько часто может проводиться процедура? Я однозначно могу сказать, что эта лучевая нагрузка не опасна для пациента. Безусловно, мы работаем с изотопами, с радиоактивными веществами, однако мы используем это для пациентов с онкологией. И за последние годы технологии позволили уменьшать дозу радиоактивной нагрузки. Высокие технологии позволяют нам снизить дозу радиации, которую получает пациент. Поэтому мы можем говорить о том, что процедура безопасна. Здравствуйте! Мы с вами находимся в отделении онкогематологии клиники Сан-Рафаэль. Сейчас мы узнаем, верят ли онкогематологи в Бога, о чем нам расскажет якобы Пикаторе. Профессор, какое будущее может нас ожидать в онкогематологии через 10 лет? Думаю, что через 10 лет все изменится. Потому что, например, через пару недель, пару месяцев, мы увидим действие в клинике карти-клетки. Это специальные лимфоциты. Вот прямо сейчас в вашей клинике? В нашей клинике. У нас есть 5 разных протоколов для разных заболеваний. Острой лейкемии, лимфомы и множественной мейломы. Вашей сложной работой верите ли вы в Бога? Я верю в что-то наподобие Бога. Количество людей, у которых обнаружено раковое заболевание, становится все больше и больше. Можем ли мы говорить об эпидемии рака? Каково ваше мнение? В гематологии, когда мы говорим о лейкозах или лимфомах, которые также случаются у детей, причины всегда комплексны. Не существует одной причины развития. Безусловно, можно выделить отдельные причины, такие как контакт с химическими веществами, токсинами или радиацией, которые могут стать предпосылкой к развитию лейкоза или лимфомы. В общем, это всегда комплекс, сочетание разных причин и проблем. Безусловно, всегда лучше избегать контакта с перечисленными факторами, а также вредными привычками, как курение и другие. Но мы не знаем точно, в какой мере каждая из причин повлияет на развитие рака. Вот уж удивление, при клинике Сан-Рафаэль есть настоящий зоопарк. Как я говорил ранее, на базе клиники находится медицинский университет. Здесь написано, что это университет для главных героев. И это слова основателя университета. Как вы думаете, может ли мясо или мясные волокна приводить к развитию рака? Это правда или миф? Недавно была обнародована информация о том, что мясо имеет канцерогенные свойства для человека. В результате исследований было обнаружено, что употребление красного мяса, а именно приготовленного красного мяса, ветчины, сосиски, бекон и прочее, приводит к развитию некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта, такого как колоректальный рак. Однако риск относительно ниже в сравнении с влиянием курения и употреблением большого количества алкоголя. В клинике большой международный отдел, который принимает пациентов почти из всех стран мира. И при пациенте всегда будет координатор, который говорит на его родном языке, поэтому никаких коммуникационных проблем не будет. Мы находимся в операционно-урологическом отделении клиники Сан-Рафаэль. Один из ведущих урологов, доктор Мансорти, проводит операцию на роботе-довинче по удалению пристательной железы. После операции мы возьмем в доктора интервью. Существует большая дилемма между лапароскопической и роботической хирургией. Многие из наших коллег, многие доктора в Германии, отказываются от проведения операции с помощью роботов. И говорят, что очень хорошо могут сделать эту операцию лапароскопически. Ваше мнение насчет этого вопроса? Мое мнение, что критически важной является роль хирурга. Я имею в виду, что высокоопытный хирург, который мастерски проводит открытую операцию, и он очень хорошо может провести радикальную простатоктомию с небольшими разрезами, и может достичь прекрасных результатов этим способом. Такая же ситуация с лапароскопией. Традиционной лапароскопией. Такая же ситуация с роботической хирургией. Обычно особенность ситуации с роботом заключается в том, что пациенты начали самостоятельно просить операцию с помощью робота-довинчи. Это не было инициировано докторами. Это было в начале 2000-х, когда была проведена первая роботическая простатоктомия. С того времени существенно вырос интерес со стороны пациентов пройти операцию с помощью робота. И с самого начала, когда доктора не имели достаточного опыта операций с роботом, результаты были посредственные. Сегодня же все по-другому. В госпитале Сан-Рафаэль у нас есть 3 робота-довинчи для использования в урологии. Примерно 70% процедур, которые мы выполняем, это операции на простате. Мы также проводим лапароскопические простатоктомии, потому что у нас есть превосходные хирурги. У нас сейчас завтрак в отеле. Меню в отеле очень насыщенное, разнообразное, на любой вкус. Есть соевое молоко для тех, кто не переносит лактозу. И есть глютен-фри продукты для тех, у кого есть непереносимость глютена. Доктор, скажите, а это и есть инструмент для малоинвазивной хирургии? Да, это инструмент, который я обычно использую. Это шутка. Это подарок от президента Всемирной Федерации каратэ, которого я оперировала от рака пищевода в 2010 году. Возможно ли как-то предотвратить развитие пищевода Баретта? Возможно, есть связь с хеликобактерной инфекцией, или кофе, или алкоголем? Безусловно, некоторые пищевые привычки очень сильно влияют на развитие рефлюксной болезни, которая приводит к пищеводу Баретта. Своевременное определение болезни дает возможность назначить правильное лечение. Из диагностических методик большое значение имеет эндоскопия высокого разрешения, а также проведение множественной биопсии в участках рефлюксного поражения. Медикаментозное лечение не может предотвратить развитие пищевода Баретта. Однако, если нам удается остановить дальнейшее попадание кислоты на слизистую пищевода, мы можем остановить прогрессирование дисплазии. Сегодня много женщин с грудными имплантами. Является ли имплант фактором риска в развитии рака груди? Нет, однозначно нет. Отличаются ли подходы в лечении рака груди у женщин с имплантами? Да, может быть разница. Однако, важно понимать, что импланты не являются факторами риска. А диагностика в таких случаях может быть намного проще. Поэтому женщины легко и безопасно могут проходить диагностические процедуры. Импланты не вызывают сложности в диагностике рака груди. По правде говоря, самостоятельное прощупывание на наличие узлов в груди у женщин с имплантами намного проще. Поэтому выявление образования в груди у женщин с имплантами обычно происходит на более ранней стадии болезни. Мы с вами находимся в отделении нейрохирургии возле аппарата гамма-нож. Лечение проходит в несколько этапов. Первым этапом является закрепление вот такой вот рамки на пациенте. Следующим этапом идет процедура проведения МРТ, после чего пациенту всего лишь за одну процедуру проводится лечение. Оно длится от 20 минут и до 4 часов в зависимости от размера новообразования и позволяет полностью быть здоровым. В ближайшее время мы сможем избежать даже этих относительно приятных рамок. Оставайтесь с нами. Профессор Мартини, заведующий отделением нейрохирургии, расскажет нам об этом. Профессор, какие современные подходы сегодня используются в лечении рака головного мозга? Существует много методик. В основном это микрохирургическое или радиохирургическое лечение. Мы можем лечить многие виды опухоли головного мозга и черепа без открытия черепной коробки. Это очень важно. Это даже больше, чем просто малоинвазивная операция. Это проводится без вмешательства. Эта технология основана на освобождении радиации в область, которая расположена глубоко, на протяжении короткого промежутка времени с высокой дозой радиации. Нам нужно использовать эту рамку, чтобы разместить ее вокруг головы. Вот таким образом. Под локальной анестезией. Вы чувствуете себя комфортно? Да, да. Да, можно даже пить. Так нужно оставаться в течение нескольких часов. Эта рамка важна для того, чтобы избежать движений. И с этой рамкой мы делаем МРТ-снимки и планируем лечение. Мы потом вам покажем, как проводится планирование лечения и рассчитываем дозу облучения. Пациент может пить, читать, смотреть телевизор или видео утром, когда на нем эта рамка. После процедуры пациент остается на одну ночь и после этого утром может быть выписан. То есть процедура проста в прохождении. Последние 20 лет мы выполнили более 20 тысяч процедур. И последний вопрос. Каково ваше мнение, существует ли связь между мобильным телефоном, Wi-Fi и риском развития рака головного мозга? Это очень спорный вопрос, однако нет доказательств. Проводятся исследования, но нет доказательств того, что есть какая-либо связь между мобильным телефоном и развитием рака мозга. Мы с вами побывали в клинике Сан-Рафаэль Милан. Пишите нам в комментариях, какие клиники вы бы еще хотели видеть. Не забывайте, что полные версии интервью с врачами вы можете посмотреть на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!